Здравствуйте, дети! Сегодня на уроке природоведения мы поговорим о сороке. Согласно мнению бабулек у подъезда, эти пернатые очень падки на всё блестящее. То есть, на стекляшке, оголённый металл, наши обзоры и моё чувство юмора. А вот это Honor 8X. Он синенький, красивый и блестящий. И он мне нравится. Значит ли это, что я сорока, Марья Ивановна? Конечно, с внешности смартфона мы и начнём. Когда видишь 8X впервые, тебя посещает всего одна мысль. Охренеть, какой он красивый. Переливашка задника выглядит очень эффектно и точно привлечёт к себе внимание даже тех людей, которым обычно тупо пофигу, что на смартфоны в принципе, что на гламур и эпатаж. Все те, кто за нешаблонными вещами гонится, вообще будут в восторге. Honor такой, блин, синий, внутри кирини на морде бровини. Только я вас прошу, не берите чёрный. Синий – это тупо яд-ядовые. Рекомендую, шо капец. Всё, слюнопускания закончились. Поговорим о том, что в этом смартфоне есть ещё кроме красивого задника. Хотя… Кого это вообще волнует? Рёбра в гаджете алюминиевые. Это вообще едва ли не единственная цепкая часть корпуса девайса. Под стекляшкой морды можно обнаружить экран смартфона, его рамки, подбородок и бровь. Возможно, у меня что-то со зрением, но лично я здесь прям супер тонюсеньких рамочек не заметил. Картина плюс-минус бесконечность такая же, как и в Pocophone F1, который за толстые рамки ругали. Ну да ладно, радует хотя бы то, что сама бровь не сильно крупная, а значит второй серии триллера «Бровь» вы не увидите, во всяком случае, сегодня. Если кто не понял, о чём я сейчас вообще, смотрите обзор Redmi Note 6 Pro. Актёрскому составу будет весьма приятно. Что ещё по корпусу? Первое в смартфоне используется microUSB-порт. Да, вот такая вот трястья его матери. Второе в смартфоне сохранили миниджек. Это Серёже уже нравится, спасибо. Следующий момент, лоток под карточки. Сюда можно установить и две симки, и карту памяти microSD. Надо, надо твёрдый дать ответ. Слоту на три карты. Да, да, да. Слоту лишь под симки. Нет, нет, нет. Дальше сканер пальца. Живёт он сзади и работает даже быстрее китайских детей, собиравших этот смартфон на Олимпиаде в честь Дня труда в КНР. Дополняется защита смартфона ещё и распознавашкой морды лица. Тут претензий нет от слова «обще». Работает фича ровно. Двигаемся дальше. Экран здесь. Мы имеем 6,5-дюймовую LTPS IPS LCD матрицу с разрешением 2340 на 1080 точек. Плотность пикселей адекватная. Зернистость глаза резать не будет. Передача цвета не кислотная. Встроенный в оболочку цвета Core имеется. Углы обзора дисплея адекватные. Читаемость картинки не теряется. Даже под критическими отклонениями от глаз пользователя. Диапазон регулировки силы подсветки матрицы не самый выдающийся, но его более чем достаточно для комфортного использования смартфона как при ярком, так и при тусклом освещении. Звук Honor 8X через динамик очень радует громкостью и не очень радует воспроизведением композиции. Звучание колючее, а баса в нём ровно столько же, сколько и смысла в попытке излечить геморрой с помощью трепанации черепа. То есть... ноль. Со звуком через наушники, в свою очередь, всё намного лучше. Наши низкие частоты, атмосферный и рельефный. Любители качающей музыки точно будут в восторге. Вверх малость попахивает синтетикой, но также неплохо ощутим. Хоть и поёт где-то на заднем плане. Середина мелодична и приятна во всех смыслах. Голос вокалиста красиво вписывается в общую композицию воспроизводимого трека, а не стоит перед или за нею. Короче, звук здесь суммарно приятен, но что весьма очевидно, никак не дотягивает до уровня аудиоплееров за 100-500 баксов. Что по камерам. 16-мегапиксельная фронталка не поражает воображение. Она рожает просто нормальные снимки. Давайте на этом месте деликатно поставим точку. Основной блок камер представлен сенсорами на 20 и 2 мегапикселя. Радует он больше. Детализация не рекордная, но при хорошем освещении сделать красивый кадр задача вполне посильная. HDR хоть и не всегда спасает ситуацию, но иногда на помощь всё же соглашается прийти. Передача цвета преимущественно спокойная, без кислоты и выедания глаз. Портретки 8X также умеет штопать, а вот насколько хорошо ему это удается, уже решайте сами. Видео мы пишем в 1080p, назвать ролики балующими глаз я не могу. Такой себе уровень, откровенно говоря. Сердцем девайса является восьмиядерный процессор High Silicon Kirin 710. Графику жует Mali-G51 MP4. Оперативки в нашем образце 4 гигабайта, а встроенной памяти 64. В танках такое железо подарит нам 20-25 кадров в секунду на средней графике, а комфортные 4560 мы увидим только на низких пресетах PUBG и вовсе желательно запускать только на минимуме. Не треба скигли ты. Скажет нам Микола Гинович и напомнит про Subway Surfers, Crossy Road и несколько оптимизированных под графику от Mali играх. Если ваш арсенал таймкиллеров зачастую именно таким контентом и ограничивается, то да, скигли ты в вашем случае и вправду не треба. Синтетика производительности, если шо показывает, то такие результаты. А вот вам еще пара скриншотов тестов автономности. Приятный и важный момент по железу – наличие NFC. Зачем оно надо и шо оно вообще такое, не знать за месяц до 2019 года, как-то стыдновато по сумме. По автономности дело обстоит так. От встроенного аккумулятора на 3750 мАч Honor 8X смело живет полтора дня при средних нагрузках. Любителям часто фотографировать и много играть, а также постоянно пользоваться максимальной яркостью экрана, на зарядку устройство придется ставить every fucking day. Софтверно перед нами агрегат на Android 8.1.0, который прикрыт собственной оболочкой Huawei. Из негативного – малость мультяшное оформление, из позитивного – большое количество нужных пользователю твиков. Тут тебе и упомянутый мною цветокор и возможность скрывания брови, а также кастернизация навигации по смартфону. Хочешь – юзай привычные кнопки, а не хочешь – умную клавишу или же и вовсе жесты. Одобрямс. Сколько же в украинских реалиях стоит Honor 8X? Давайте узнаем. Как видите, цены начинаются от 6500 гривен, долларовый эквивалент 230 условных единиц. Что же нам может предложить рынок за эти деньги? Фильтруем по цене и получаем следующие результаты. Xiaomi Mi 8 Lite, Asus Zenfone Max Pro M1, Mi A2, Nokia 6.1, Redmi Note 6 Pro и Mi A2 Lite. В общем, как видите, сильных конкурентов хватает. Итоги. За 270 баксов, которые на период черной пятницы спустились до 230, нам предлагают красивейший корпус, годный экран, нормальную автономность, мультяшную оболочку и очень спорную игровую производительность. Значит, хорошие сапоги надо брать. Ну а если серьезно, то даже изначально было понятно, что этот смартфон рассчитан не на игроманов или альфа-фотографов, а на тех, кто в первую очередь ценит вещи вокруг себя любимого за их внешнюю привлекательность. Под этот критерий герой обзора попадает идеально. И уже только потом он и фотографировать что-то там умеет, и музыку играть, и кучу карточек в свой лоток запихать позволяет и так далее. Honor 8X получился годным продуктом, который точно можно брать. Стоит лишь определиться, сможете ли вы мириться с теми недостатками смартфона, с которыми вам мириться точно придется. В описании этого ролика ищите ссылочки на данный смартфон в различных интернет-магазинах, а также линк на кэшбэк, который поможет вам экономить деньги на покупках в интернете. С вами были Сергей Ишихайлов и проект Firm.com. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал, а также наши социальные сети и поделиться этим роликом со своими друзьями. Это очень нам помогает. Всем спасибо за просмотр. Пока.